Hello, beautiful people! Are you ready to learn some English? Всем привет! С вами Кэт Кеннадт и готов подучить английский? Я да! Давай сегодня поговорим о том, как сказать да. Все знают слово yes, но на самом деле слово yes имеет очень много синонимов. Все брать не будем, поговорим только о семи из них, пожалуй. Начнем с фразы go on then. Очень британское выражение go on then. Можно использовать таким образом. То есть, когда тебе предлагают, да, хочешь еще один кусочек торта, ты такой говоришь, блин, ну не надо бы. Ну ладно, давай. Вот так используем go on then. Следующее, очень грамотный, хитрый психологический ход if you insist. В принципе, if you insist означает yes, но ты как бы перекладываешь ответственность на другого человека. Тебе говорят, another glass of wine? Ты говоришь, if you insist. Не то, чтобы ты такой сам согласился на еще один бокал вина, ты говоришь, ну если ты настаиваешь, ладно, уломал. Вот так это можно озвучить. Следующее слово, тоже означающее yes, absolutely. Это когда ты прям вот так согласен, что аж кипит все. Например. Am I happy about finally moving back to London? Absolutely. Счастлива ли я, что переезжаю снова в Лондон? Да, да и еще раз да. Дальше фраза works for me также означает yes. Вообще сразу, да, все фразы, которые мы сейчас рассматриваем, означают yes. Works for me используем таким образом. When do you want to go to the cinema? Friday? Ты говоришь, works for me. Когда ты хочешь пойти в кино в пятницу, ты говоришь, да, мне нормас. Вот я бы так перевела, кстати, даже. Мне нормас. Works for me. Следующий лот нашей программы, особенно когда ты подписываешься на какой-то движ или какую-то деятельность, может быть, какую-то вечеринку или еще что-то. Не обязательно вечеринка, но в общем подписываешься на какое-то мероприятие. I'm in, это все дело звучит. Например, I'm having a party this weekend. Wanna come? Ты говоришь, I'm in. Я в эти выходные устраиваю вечеринку, хочешь прийти? Ты говоришь, да, хочу. I'm in. И дальше у нас идет разновидность. Их несколько. For sure. Или очень сленговый вариант for sure. For shizzle. Вот если какие-то деловые переговоры или, не дай бог, email for shizzle, использовать не надо. Только для сленга, только в дружеской атмосфере. Или, может быть, если кто-то использует, чтобы ты понимал, что это значит. Это значит for sure. Сюда же у нас definitely, это очень сильное согласие такое, да? Да, точно. Или короткий вариант definitely, defo. Все они используются примерно одинаково. I booked three gym sessions for us this week. We have to do this, girl. И ты отвечаешь definitely, defo, for sure, for shizzle. Все в одном и том же значении. Прям такое очень ярое согласие с твоей стороны, да? Я забронировала нам на этой неделе три сессии в спортзале. Мы должны это сделать. И ты говоришь, да. Так, и последний вариант на сегодня. Сегодня это такое армейское слово, affirmative, которое я бы перевела как так точно. Например. То есть ты мне говоришь, что вчера ты встретил Леонардо Ди Каприо. Ты говоришь, так точно. Вот теперь ты знаешь, как согласиться и сказать, да, по крайней мере семью разными способами. Наверняка есть и точно есть еще варианты. Но если выучишь хотя бы этих семь, уже будет хорошо и интересно. Учи английский с Puzzle English. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует...